Ина Пастушенко Добрый вечер! Я, Ирина Коновалова, приветствую вас на канале Д1 в проекте 72.18. Сегодня у нас в студии Инна Пастушенко, основательница кондитерской студии «Карамелина». Инночка, добрый вечер! Добрый вечер, Ирина. Скажи, пожалуйста, а как тебе удается делать торты и оставаться такой стройной? Мне кажется, каждая женщина где-то видит у себя не все так идеально. Но просто в моей жизни достаточно много спорта и, наверное, не так много сладостей. Именно как сладостей. Ну, наверное, так. То есть ты, когда готовишь десерты, ты их не пробуешь? Я их именно просто немножко дегустирую, не более того. Это может быть даже пол чайной ложки. Все, да. А твои домашние, они едят твои сладости? Да, они очень избирательны очень. Наверное, разбаловала их, поэтому у каждого есть какой-то свой любимый вкус, свой любимый десерт. И поэтому, да, едят, но тоже очень избирательно. Инночка, скажи, пожалуйста, а какие вот в нашем городе самые популярные торты? Ну, как-то у нас сейчас так разделилось имена общества нашего города на какие любят десерты. Очень многие предпочитают классические варианты. Не уйдет никогда, наверное, из заказов такие торты, как медовик, пинчер, наполеон. Они всегда будут есть. И их тоже готовишь? Да, когда начинала, я сказала, что я не буду делать эти десерты, их неинтересно делать, и это как-то банально. Но потом я поняла, почему нет, ведь можно сделать тот же наполеон и тот же пинчер очень вкусным, каким-то легким, необычным. То есть это все-таки не тот наполеон и пинчер, которые ели мы у наших бабушек, у наших мам? Наполеон это вообще такой десерт, который, вот, наверное, самый вкусный тот, который готовила твоя мама. Поэтому вот какого-то такого, какой-то классики ее не существует. Существует самый вкусный тот, который делала мама или подруга, или бабушка, который запомнился вот с детства. Наверное, он самый вкусный. Инночка, скажи мне, пожалуйста, ты по образованию медик? Да. И как так получилось, что ты стала кондитером? Ну да, наверное, потому что мечта медика, чтобы я стала медиком, это была мечта мамы. Вот, и как-то, наверное, я реализовала здесь маму на мечту. Да, у меня три медицинских образования, два из них высших. Да, поэтому как-то... Но я потом поняла, что медик — это не я, и я очень сильно выгорала в этом. Вот не было какого-то моего наполнения. Я переходила, и все было... Крутилось в этой области, поэтому нет. Потом, как бы, да, была фармацевтика. Я думала, что это тоже где-то рядом с медициной, и я как-то смогу себя реализовывать со своими образованиями. Но потом я поняла, что нет, не надо занимать чужое место. Поэтому я уже... Ну, все равно нужно было сделать этот первый шаг, то есть от фармацевтики и к тортам. А был какой-то ступенчатый шаг, был еще туризм. Да, был туризм, и поэтому... Да, я здесь пофантазирую. То есть, наверное, ты, когда работала в туризме, я сделала какие-то рабочие туры, да, посещала какие-то кондитерские в Париже, допустим. Да, когда путешествую, мне это было интересно, потому что у меня мама кондитер, и кондитер пятого разряда. И она никогда... А, то есть это все-таки профессиональная династия. Что-то да, но она никогда не хотела меня видеть именно в профессии кондитера, и там, вот именно связанная с кухней, потому что она хотела видеть дочи в белом халате, там, вот как-то так. Но мама критично относится к твоим десертам? Ну, она понимает, что критично? Нет. Нет, я не могу сказать, что она критична. Ей очень многое нравится, очень много таких десертов, которые, когда она работала, их не было. Поэтому нет, мама не критик, нет. Иночка, скажи мне, пожалуйста, твои торты, они стоят намного дороже, чем, ну, например, там, десерты в супермаркетах. Почему? Ира, ну, их вообще нельзя сравнивать, потому что мои десерты, как правило, это десерты, которые где-то уникальны, в том плане, что они сделаны из очень каких-то ингредиентов, достаточно дорогие. И я, когда приходила в кондитерку, я поняла, что если я не смогу делать хорошее, я делать это не буду вообще. Если не будет покупателя, который будет платить за это, я делать это не буду. Потому что уйти в сегменты растительных сливок и каких-то растительных шоколадов я не смогу. Потому что, ну, это не искусство, это неинтересно, это, ну, это можно прийти и купить в любом супермаркете. Да и, как правило, сейчас большинство наших кондитерских грешат тем, что там невкусно. Скажи, пожалуйста, кто твои клиенты? Это богатые люди? Ну, я могу сказать, что они обеспеченные люди. Это первая сторона. А вторая сторона, они хотят есть немного, но вкусно. И это не значит, что нужно съесть большой торт, можно съесть одно пирожное, одну конфету. Но этим, от этого получить удовольствие. От этого конфеты ты тоже делаешь? Да. А что ты больше любишь делать? Конфеты, торты? Я сейчас делаю только шоколад, работаю только с шоколадом, с декором. Вот как бы это, я полностью работаю, полностью рабочий день у меня в кондитерской, и я делаю только как бы это направление. Я сейчас не пеку бисквиты, вот как бы. Да, я сделаю все от начала до конца, потому что, когда я пришла в профессию медика, то я тоже начала с акушерства, как бы, знаете, с самой первой ступени. А потом уже как бы закончила образование. То же самое и здесь. Я смогу сделать все, и на всех этапах я заменю своих сотрудников, но как бы сейчас это стало немножко уже не моим. То есть конфеты, шоколад, это высший пилотаж в кондитерском деле, да? Ну, это то, что мне сейчас больше всего нравится. Какая у тебя любимая конфета? С какой начинки? Ну, наверное, с какой-то... Два варианта. Одна будет с кофе какая-то, кофейная какая-то, а вторая будет что-то с кислинкой какой-то, или с какой-то карамелью интересной. Иночка, скажи мне, пожалуйста, сейчас огромное количество домашних кондитеров, да? И ты бы, в принципе, тоже могла вполне успешно делать себе торты дома, не получая никаких лицензий, сертификатов на свою продукцию. Почему ты решила все-таки открывать студию? Да, это как бы сейчас, наверное, такая вот сторона вопроса, то, что очень много кондитеров, которые делают дома, которые где-то, наверное, небрежно относятся к своей профессии, вот в этом плане, именно только ради заработка. Поэтому я поняла, что так я делать не буду. И так... Это неправильно делать торты дома на заказ. Вот это неправильно. Моя такая, знаешь, вот... Поэтому я сразу поняла, что надо уходить в сегмент, который не будет... И даже неправильно для тебя, как для человека, ну, вот соединять работу, дом, это как-то... Нет. Это должны быть разделенные вещи. Даже в плане того, что ты делаешь десерт, и в плане того, что дом – это отдых, это не работа. Вот как бы... Мне всегда очень тяжело, когда люди работают дома. Ну, вот в любых профессиях. Мне кажется, это очень психологически тяжело. Нет какой-то грани. И второй момент, то, что все должно быть как-то сертифицировано, должно быть все отдельно, должны быть отдельные холодильники, отдельное оборудование. Ну, вот так должно быть. Поэтому я поняла сразу, что или делать, как оно должно быть, или не делать этого вообще. Иночка, скажи мне, пожалуйста, я знаю, что ты огромное количество времени уделяешь своему образованию. Причем у тебя за плечами уже огромное количество мастер-классов. Я видела все сертификаты, которые у тебя висят в студии. В принципе, сейчас такое количество информации в интернете. Можно же просто в интернете брать эту информацию. Почему ты ездишь на мастер-классы? Ну, конечно, можно. И действительно в интернете очень много информации. И много информации как правильной, так и неправильной. И поэтому вот это надо уметь разделять, когда у тебя есть уже какой-то багаж знаний. Потому что, читая рецепт, ты понимаешь, что он вкусный или он невкусный. Он теоретически сделан правильно или неправильно. И какие-то есть достаточно настолько глупо описанные рецепты. А многие люди, когда начинают прикасаться к этому, они понимают, что вот не получилось, потому что у меня такие кривые руки. А на самом деле просто от незнания ты обращаешься к такому мастеру, берешь у него информацию, она просто неправильно подана. Вот и все. А скажи мне вот два слова. Вот мастер-класс. Вот ты едешь куда-нибудь в Париж или в Италию на мастер-класс. Как это проходит? Ну, мастер-класс, как правило, за границей. Они в большинстве своем практически. И поэтому у тебя есть программа. И вы вместе с шефом. Он объясняет какую-то теоретическую часть. И потом вместе с шефом ее реализуете. А потом вы пробуете? А потом мы пробуем, да. Маленькие-маленькие кусочки? Нет, я не могу сказать, что прямая. Бывают вещи очень вкусные. А бывают программы, когда ты едешь, ты понимаешь, что ты взял технику, но взял какие-то там интересные сочетания, но тебе не было вкусно вообще. Ну, не твое. Так бывает. Какие-то моменты, которые... Я бы хотела поговорить на тему, которая мне, например, очень интересна, о диетических десертах. Готовишь ли ты диетические десерты? Ну, я как бы считаю, что если есть десерт, то он должен быть каким-то вкусным. Если его можно сделать диетическим и вкусным, да, как бы это имеет место быть. И как бы сейчас вот в эпоху какого-то повсеместного похудения, правильного питания и всему здоровому образу жизни десерты должны быть. И диетические тоже. Но я делаю диетические десерты, ну, очень мало как-то. Ну, в моем раскладе продуктов, те продукты, которые вкусные, они не диетические. Поэтому я всегда говорю, съешьте немного, ну, съешьте вкусное. Чем вот это вот обманывать себя какими-то сахарами, какими-то другой мукой и всем-всем-всем, как бы, ну, это можно, когда ты вообще не можешь жить без сладкого. Ну, я встречаю сейчас в соцсетях такие варианты, когда готовят десерты без сахара, без яиц, без жира, без муки и без молока. Это вообще... А еще он, может быть, сделан? Я не знаю. Ну, вот, да, есть такие даже заказчики, которые говорят, сделайте мне без жира, без сахара, без того, без сего. И говорю, ну, тогда просто надо выпить воды и не есть десерт. Да. Ну, я не знаю, невозможно его сделать. Ну, какие-то соевое молоко, какие-то стевии, да, вот сахарозаменитель. Но это все не тот вкус, это не так вкусно. Поэтому, вот, когда есть, говорят, я ем конфеты только со стевией, там, это действительно хороший сахар. Но он меняет десерт, он совершенно другого вкуса. Поэтому, ну, мы их делаем, но мало. Не лежит, как бы, особо, знаешь, к этому в душе. Ну, спрос на них есть, да? Да, да, да. Есть, а вот сейчас свой пост. Как бы у нас вообще-то как-то спрос меняется. Вот сейчас пост, очень много постных десертов. Что же мы делаем? Ну, да. Но постные десерты, кстати, могут быть вкусные. Скажи мне, пожалуйста, что ты посоветуешь людям, которые мечтают стать кондитером? С чего им начать? Если они мечтают, значит, для этого нужно что-то делать, а не просто лежать и мечтать. Это первое. И мечты должны сбываться. Поэтому надо, наверное, учиться, начинать, наверное, где-то с какого-то образования, чтобы в голове все было структуризировано, как-то, знаешь, все выстроилось. И потом на каком-то моменте понять, это мечта или это просто мечта, или это то, что тебя действительно вдохновляет, и ты хочешь с этим быть. Ну, наверняка многие начинают этим заниматься просто, потому что это дань моде. И кажется, что это очень легкий труд. Да, это очень тяжелый труд. Очень тяжелый труд. И когда думают, что кондитер — это просто человек, который подошел, поставил вишенку на торт, и все, и оплески, и браво, за этим лежит неимоверное количество труда. А в Украине уже есть возможность получить хорошее кондитерское образование? Ну, есть достаточно, как бы, такие неплохие школы, которые, да, если ты захочешь получить в Украине образование, и ты ограничен Украиной, да, можно получить. Нельзя сказать, что что вы, нет, нет. Есть много девочек, которые открывают какие-то свои студии, школы. Ведь можно набрать даже какую-то базу информации, посетив какие-то курсы у тех людей, которые, ну, сильны в какой-то области, да, там, в плане шоколада или там, в плане какого-то там, песочного теста, эклеров или чего-то такого. Поэтому можно. Нельзя сказать, что свет клином сошелся на Париже. Нет. А какие еще есть столицы кондитерской моды в мире сейчас? Ну, например, сейчас вот мой фаворит из кондитеров — это Джорди Бордес, это Испания. Да, и у него невероятно. У него все очень просто в плане декора. Ну, это все достаточно вкусно, с новым подходом именно к кондитерскому искусству, потому что он, ну, именно другие десерты, они легкие, они свежие, они интересные. И он невероятный... У него такая светлая голова, что он просто, понимаешь, он придумывает десерты, ну, вот как-то так раз и все. Ему не страшно, что там кто-то их украдет, кто-то придет к нему на работу, заберет техкарты и уйдет. Ему совершенно это, ну, не страшно. Он говорит, ну, пусть берут, я новые сделаю. Это, наверное, вообще очень серьезная проблема, да, когда вот сотрудники могут украсть техкарты, открыть свое заведение. Как ты к этому относишься? Ну, совершенно спокойно. Вот я тоже к этому отношусь совершенно спокойно. Как Жорди Бордес. Да, ну, не как-то, ну, возьмешь, ну что. Ну, вот, да, у нас как бы там много десертов каких-то вот по городу, да, каких-то популярных, и все стремились в свое время научиться делать этот десерт. Ну, что, ну, как бы, масса же других вариантов, когда можно где-то себя показать. Ну, можно на этой базе сделать что-то другое. Совершенно не страшно. Вообще. Скажи, пожалуйста, куда ты планируешь поехать на следующий свой мастер-класс? Ой, я сейчас вот сказала, что этот год будет каким-то такой паузой, потому что во всем должно быть какой-то, ну, как-то захотеться чего-то. Вот сейчас, наверное, тот момент, когда хочется сделать паузу, и пока вот даже не спланировано на следующее обучение. Но вот на этот год дана пауза, и я понимаю, что уже как-то так вот голова ищет что-что-что, но, ну, как бы, здравому смыслу говорю, что нет, этот год мы как бы... Поэтому пока вот я не выбрала, куда я хочу, но это обязательно что-то будет. Последний мой курс был по мороженому, ну, тоже такой достаточно интересный курс, веобразный. Вот поэтому, наверное, как бы во всех каких-то таких областях, которые мне были интересны. Я была, ну, много всего еще чего, куда надо поехать. Ина, я думаю, что на сегодняшний день ты обладаешь уже огромным количеством знаний, как мало кто, ну, я не побоюсь даже сказать, что в Украине. Да ладно, Ирина. И скажи, пожалуйста, планируешь ли ты в будущем преподавать? Я пробовала преподавать, и поняла, что где-то мне много очень, знаешь, как-то уходит от меня, и потом я очень долго восстанавливаюсь. И тоже как бы, ну, вот как бы так сейчас, я говорю, надо немножко сделать в этом плане. Хотя я пробовала. Это интересно, когда ты видишь людей, которым это интересно. А многие люди приходят очень пустые. Пустые, а, б, ну, хочется говорить с людьми на понятном языке, да, а есть люди вообще как бы, ну, вот просто ноль. И поэтому надо начинать с нуля, с нуля, с нуля, и как-то... Хотя я терпима, у меня нет такого какого-то там... Я всё рассказывала, объясняла, ну, как-то... Наверное, вот обучение — это, наверное, медик, и учитель — это, наверное, не я. Скажи, пожалуйста, ты работаешь только по тем рецептам, которые получаешь на мастер-классах, или у тебя есть какие-то свои собственные рецепты? Ну, как, всё уже как бы придумано, да, всё, база, она-то есть. И поэтому на мастер-классах мы получаем, как правило, техники какие-то новые и вкусовые сочетания. Ну, вот, что видит шеф, что видит... Ведь шеф — это тоже человек, которому нравится это. Поэтому у меня есть свои рецепты, но, как правило, это что-то... Это там понравилось, это там, это вот здесь. В этом бисквите мне чего-то хочется другого. Вот на таком. Я ещё не тот гуру, который делает какие-то авторские рецепты. Наверное, где-то какие-то миксы от многих шефов. Наверное, где-то так. Ну, какое-то своё вкусовое предпочтение я вношу в свой десерт. И у нас как бы нет такого, знаешь, как... Вот такой торт от начала до конца. Вот приходит клиент и говорит, мне нравится это, это, это и это. И это можно воплотить в одном торте, если это нравится ему. Есть, конечно, несочетаемые моменты и какие-то вещи достаточно абсурдные. Ты как бы в этом плане, ну, успокаиваешь клиента, говоришь ему, что... Ну, давайте попробуем вот так. Может быть, если вам на этом этапе будет вкусно, в следующий раз мы воплотим вашу идею. Вот так. Скажи, пожалуйста, а какой торт у тебя просит твоя семья на Новый год? На Новый год? Пинчер. Пинчер, Наполеон. А супруг очень любит всё шоколадно, шоколадно и в шоколаде. Поэтому как-то так. Всегда стараюсь себя вот как-то всем, всем уделить в этом плане внимание. Ну, Новый год такой праздник, когда хочется, чтобы было то, что ты любишь. А если ты куда-нибудь идёшь, в кафе или в ресторан у нас в городе, ты заказываешь себе десерт? Нет, не всегда. Есть как бы заведения, которые, ну, изначально, там не могут быть какие-то десерты, а просто съесть чего-то сладкого нет. Ну, если я иду там в какую-то бургер, ну, да, там с сыном, ну, я понимаю, что там не может быть десертов, да, поэтому там никогда не закажу. Ну, вообще, очень избирательно к сладкому, очень. Поэтому... Ну, наверное, поэтому ты остаёшься такой устроенной молодой. Ну, наверное, потому что надо меньше есть и больше заняться спортом. А сладкое-то не всегда. Инночка, скажи, пожалуйста, о чём ты мечтаешь? Вот чего тебе хочется для развития своего бизнеса ещё? Для развития бизнеса? Мне хочется, чтобы больше людей ценили качество, и тогда будет бизнес хорошо развиваться. Потому что многие люди сейчас, ну, не понимают, почему дорого. В связи с тем просто, что нет финансовых возможностей купить, и все, а у меня нет всем возможности донести, что хорошие продукты, они стоят дорого. Поэтому хочется, ну, чтобы больше людей были финансово с проможеней, покупать хорошее. Пусть немного, но вкусное и качественное. Инночка, спасибо тебе огромное, что ты нашла сегодня время, и мы с тобой поговорили на такие вкусные темы. Спасибо, Ир. Сегодня у нас в студии была Инна Пастушенко, основатель кондитерской студии «Карамелина». Смотрите нас на канале Д1. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова